Спасибо, что пришли на мой доклад. Меня зовут Антон Герасимюк. И первый доклад этого потока посвящен композиту. Эта партнерская конференция у нас имеет новый формат вопросов и ответов. Поэтому, как сказал Олег, скачивайте наше приложение, задавайте там вопросы, либо это можно сделать на странице трансляции. Итак, вопросы уже, кстати, пошли, Антон. Отлично. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть проекты на технологии композитный сайт. Супер. Почти больше, чем ползала. И действительно, если мы посмотрим на статистику, то больше 6000 сайтов на данный момент работают на этой технологии. И это очень круто. Около 40 новых проектов уступает партнерский отдел на проверку на композит. Для тех, кто еще не знает, что такое композит, скажу, что это технология, при которой вы можете сильно ускорить отдачу веб-страниц ваших проектов. Мы даже минувшей осенью получили патент на эту технологию. Нам для этого понадобилось около полутора лет. И теперь у нас есть вот такая красивая грамота. Но проданных лицензий на битрикосплевание с сайтом у нас около 170 тысяч. И мы хотим, чтобы все эти сайты были на композите. То есть мы хотим, чтобы все эти сайты открывались быстро. И мы стали спрашивать наших партнеров, наших клиентов, даже наших собственных сотрудников, почему они не переводят сайты на композит. Кто-то говорил, что не лень этим заниматься, слишком долго, надо разбираться в документации. Но, как правило, история была следующая. Да, я хочу композит. Я захожу в админку, нажимаю кнопку включить композит, и он не включается. А почему он не включается? Потому что есть первый закон композита. Нельзя просто так взять и включить композитный режим. Немножечко тебя перебью. Вообще, коллеги, когда только Антон два года назад нам отдал технологию в тестирование, нам потребовался сам Антон, чтобы ее запустить. Да, Антон, помнишь? А Юра Волошин, кстати, в другом потоке, он специально замерил. Ему потребовалось три вечера, чтобы настроить автокомпозит. Просто композит. Прошу прощения. Автокомпозит будет теперь у нас по-другому, да, Антон? Да. И действительно, когда мы включали эту кнопку, то по умолчанию все шаблоны компонентов голосовали против композита. И, соответственно, ничего не работало. Чтобы все-таки внедрить композит, нужно было, во-первых, прочитать документацию. Во-вторых, нужно было сделать правки в PHP-шаблонах. То есть нужно было понимать PHP-коды. И когда у вас композит все-таки работал, периодически необходимо было мониторить сайт, потому что дальнейшие правки шаблонов могли привести к тому, что у вас композит мог отключиться. То есть мы получили хорошую технологию, но это как новая машина, но с механической коробкой передач. То есть нужно сначала немножко привыкнуть к ручке, понять, как переключать передачи, как отпускать сцепление. И у нас родилась идея, что если мы вместо механической коробки передач делаем автоматическую коробку передач. То есть вы переключаете на режим Drive, и у вас все работает. И мы сделали такой режим. Мы его назвали автокомпозитный режим или просто автокомпозит. Вы заходите на ту же самую страницу в админке, нажимаете кнопку включить автокомпозит, и у вас композит работает на сайте. Страницы открываются быстро, и все работает. Как же это работает? Для того, чтобы сделать этот новый режим, мы ввели две новых настройки. Во-первых, мы сделали настройку, говорящую о том, как голосуют по умолчанию шаблоны компонентов. Если в обычном композите шаблоны голосуют против, то в автокомпозите они голосуют за. Вторая настройка – это то, что происходит с компонентами на странице. Вторая настройка говорит нам о том, что нужно для всех компонентов, которые находятся на странице, делать автоматические динамические области с заглушкой в виде своего же содержимого. Таким образом, когда вы включили композит, шаблоны голосуют за, и образуются автоматические динамические области. А что же с обычным композитом? Для того, чтобы у вас не было путаницы, мы разделили в интерфейсе эти две вещи на две вкладки, и теперь есть два переключателя – автокомпозит и композит. Когда вы включаете автокомпозит, шаблоны компонентов голосуют за, и образуются автоматические динамические области. А когда вы включаете композит, у вас все как по-старому. Голосование против, и требуется ручная адаптация. При этом… Так, я что-то сбил. Можно поставить презентацию еще раз? Иван, что у нас в презентации? При этом, когда мы включили автокомпозит, эти настройки задизаблены. Их нельзя… Вот эти настройки задизаблены. Их нельзя никак изменить. А когда у нас композитный режим, то вы можете их изменить и, в принципе, сделать в режиме композита то же самое, что у нас делается в композите. То есть здесь такая настройка для продвинутых разработчиков. И вот вы включили автокомпозит. Что делать дальше? Дальше нужно понять, что все-таки он работает. Для этого я вам рекомендую запустить браузер в режиме инкогнито. То есть зайти на свой же сайт под анонимным пользователем. Потому что когда вы находитесь в админке, вы под администратором. Далее вы хитуете несколько раз страницу, чтобы уже на втором хите получить страницу из кэша. И смотрите, как работает компонент. Если все хорошо, идете дальше. То есть вы тестируете типовые сценарии ваших посетителей. Если какой-то компонент работает не так, как нужно, то у вас есть возможность индивидуально его настроить через параметры. Когда вы включаете композит, неважно авто или обычный, все компоненты получают две новых настройки. Вы заходите в Эрмитаж, нажимаете кнопку «Изменить параметр компонента» и видите две новых настройки. Это те же самые настройки, которые устанавливались глобально для всего сайта в админке. Только их можно теперь перенастроить для конкретного компонента. Как голосование, так и то, что будет происходить с автоматической динамической областью. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что количество пунктов у второго параметра намного больше. Здесь кроме того, что вы можете сказать, что заглушка в виде своего содержимого, вы можете сказать, что динамическая область должна быть с пустой заглушкой, либо с заглушкой в виде картинки лоудинга. Что может помочь вам все-таки запустить композит на сложных компонентах. Слушай, Антон, как быть со старыми компонентами и с модулями? Плюс автокомпозита заключается в том, что он учитывает все адаптированные компоненты, которые мы сделали просто под композит. И все будет работать. У меня дальше будет об этом отдельный слайд. Я подробнее об этом скажу. Когда мы стали включать автокомпозит на реальных сайтах, мы увидели, что наш алгоритм динамических областей, когда мы для каждой динамической области создаем div-контейнер, он может нарушить верстку. В принципе, у вас в обычном композите есть возможность создать свой контейнер, чтобы мы могли сами этим управлять. Но если мы включаем автоматические динамические области, мы вынуждены делать этот контейнер. Поэтому мы поменяли алгоритм разметки. То есть если раньше он выглядел, как сверху показано обычный div, и там был уже контент динамической области, то в новом варианте мы сделали два независимых divа, находящихся на одном уровне дом-дерево, невидимых divа. И такой подход позволяет нам полностью исключить изменение дизайна при автокомпозите. Кроме этого, мы заметили, что когда мы включаем автокомпозит на всех компонентах, очень много компонентов, которые представляют из себя статические области. Например, это меню, различные заголовки, логотипы и прочее. И в принципе, предыдущий вариант обновления динамических областей заключался в том, что мы всегда обновляем заглушки на новый контент, когда приходит динамический фоновый аяксовый запрос. В принципе, это не очень разумно, поэтому в новом алгоритме мы это учитываем. И если контент заглушки динамической области не изменился, то мы для такой области не присылаем данные и, соответственно, не обновляем ее. Это очень замечательно. И вот как раз про адаптивные компоненты у вас сразу возникнет вопрос. У меня уже есть компоненты, которые я адаптировал под композит. Что значит адаптировал? Это значит, я либо прописал с помощью метода setFramemode, что шаблон голосует за, либо я проголосовал за композит путем того, что сделал динамические области, как показано во втором примере. Автокомпозит учитывает эти все вещи и для них автоматические области не срабатывают. Компонент работает так же, как и работает в обычном композите. То есть если у вас сейчас есть сайт, который полностью адаптирован под композит, и вы включаете автокомпозит, то ничего не происходит. Он работает так же, как и работал. С одной лишь разницей, что если вы на сайт добавите новый компонент, то в обычном режиме композита у вас страница не закэшируется, потому что по умолчанию все голосуют против. А в автокомпозите мы сделаем для него автоматическую динамическую область, и все будет работать. Еще один такой момент, что для композита мы всегда рекомендовали вам делать шаблоны так, чтобы на каждом хите не генерировался новый кэш. Новый кэш у нас может генерироваться, когда у нас есть произвольные дживоскриптовые айдишники в шаблонах или какие-то условия, которые постоянно генерируют новый контент страницы. И мы поняли, что если мы включим такой режим на типовом сайте, то кэш у нас будет перезаписываться на каждом хите, что добавляет нагрузку на файловую систему и в принципе особого смысла не несет, когда там просто эти айдишники меняются на каждом хите. Поэтому мы решили ввести третью настройку, назвали ее режиме перезаписи кэша. Здесь что интересно. Стандартный режим. Это все как обычно. Делается фоново-яксовый запрос, который проверяет хэш от контента всей страницы и сравнивает ее с хэшем, который находится в кэше. И если они разные, то кэш перезаписывается. Если одинаковый, ничего не происходит. К этому мы добавили еще настройку задержка перезаписи кэша. То есть есть второй вариант режима. Это стандартный режим с задержкой перезаписи. В этом случае все как и в первом, только мы учитываем еще дату изменения, то есть дату последней перезаписи кэша. И если время, которое там указано, оно уже прошло, то мы делаем перезапись. Если не прошло, то не делаем перезапись. В итоге в моем примере, если страница перезаписывается на каждом хите, то в этом случае перезапись будет только раз в две минуты происходить. А слушай, это какое-то рекомендованное время, 120 секунд, чем-то обоснованное? В принципе, мы его написали так для примера. Вы уже сами можете, в зависимости от нагрузки вашего сайта, от сложности сайта, сами здесь устанавливать свои значения. И третий режим – это режим без фоново-яксового запроса. И давайте на нем остановиться поподробнее. Он очень интересный. Как я уже сказал, в обычном режиме у нас композит отдает кэш, делается фоново-яксовый запрос. Но очень часто есть такие страницы, есть такие сайты, например, сайты визиток или лендинги, которые в принципе представляют из себя статический сайт. И вот этот лишний хит, точнее он не лишний, он проверяет все, что я сказал, но физического смысла он особо не несет. Он делает просто дополнительную нагрузку на бэкэнд. И сразу родилась идея, что если мы уберем этот аякс-вехит для таких сайтов, тогда у нас просто будет сайт в виде обычный статический сайт. То есть нагрузка на бэкэнд будет заключаться только при отдаче кэша, но она очень минимальная. А если мы отдаем кэш через Nginx, так вообще у нас нагрузки на PHP не происходят. И вот если вы включите вот эту третью настройку, страница закэшируется, посетитель зайдет, но фоновая аякс-вопроса не произойдет. Здесь сразу же вопрос, когда же он сбросится? Если мы его закэшировали, то он останется навечно. Здесь есть еще одна настройка, которая говорит о времени жизни этого кэша. Как он работает? Когда клиент получил вашу страницу, то на джаваскрипте дата изменения кэша сравнивается с временем пользователя. И если дельта между этими временами превышает вот это вот значение, то тогда пользователь делает вот этот вот наш классический фоновый аякс-вый запрос, который всегда перезаписывает кэш. В итоге в моем примере кэш будет перезаписываться раз в 10 минут. И раз в 10 минут только будет происходить один аякс-вый запрос. Но вот эта настройка делается глобально на весь сайт. И вы в принципе можете ограничить с помощью масок исключения или включения, где этот режим работает. Но скорее всего вы захотите, чтобы у вас автокомпозит работал на всем сайте, а вот этот режим без фонового аякс-вого запроса где-то индивидуально на каком-то разделе или на странице, например, как вот сейчас у нас есть страница онлайн-трансляции этой конференции. Сейчас туда как раз большой поток посетителей. В принципе она более-менее статическая, не требует каких-то динамических данных. И мы можем ее как раз поставить вот в такой режим. Для этого есть два метода. Один называется setAutoUpdate, который отключает фоновый аякс-вый запрос. И второй метод – это setAutoUpdate.itl, который указывает время перезаписи кэша. Смотрите, для того, чтобы сделать этот режим автоматически, мы решили очень много проблем. Во-первых, мы научили компоненты голосовать за. Во-вторых, мы научились делать автоматические динамические области. В-третьих, мы изменили алгоритм разметки динамических областей. В-четвертых, мы поменяли алгоритм обновления этих динамических областей. Научились через параметры компоненты индивидуально настраивать. Но все равно у вас могут быть сложные компоненты с тяжелым джаваскриптом, которые могут не запуститься. Поэтому я сделал такой вот чек-лист для разработчика, для того, чтобы вы могли это учитывать в своих сайтах. Здесь я хотел бы остановиться на двух вещах. Это инициализация кода на событии DOM.contentloaded, которая находится в статических джаваскриптовых файлах. Обычно эта инициализация делается либо с помощью нашей BX-ready, либо с помощью jQuery-ready. Здесь решение какое? Нужно просто эту инициализацию перенести в саму динамическую область. Еще один момент – это если у вас есть код динамической области, который вешает обработчик на глобальные события браузера. И у вас компонент с динамической области вместе с заглушкой в виде своего содержимого. Слушай, Антон, раз ты заговорил про чек-лист, скажи, пожалуйста, а как на SEO будет влиять индексирование динамических областей? Если у вас компонент с заглушкой в виде своего же содержимого, то все хорошо. Поисковик увидит реальное содержимое страницы. То есть я также могу включать и не беспокоиться, все будет хорошо, мой сайт не вылетит из выдачи? Да, поэтому этот режим сделан по умолчанию в настройках, в глобальных настройках сайта. Вот эти вот настройки, которые для конкретных компонентов, это вы уже можете индивидуально настраивать. Еще есть моменты, это с конструкцией document-write. Но это очень древняя конструкция, производители браузера не рекомендуют ее использовать. Я думаю, что у вас даже нет такого кода, но я написал на всякий случай. И отложенные функции внутри динамической области также не работают. Поэтому это все нужно учитывать. Также для разработчиков я рекомендую использовать наш удобный плагин для браузера Google Chrome. Во-первых, он показывает индикацию, что все-таки сайт на композите. Он делает индикацию того, что кэш на фоновом аяксом хите меняется. И он даже может показывать некоторые ошибки, которые у вас могут возникать. Так что скачивайте, пользуйтесь. Довольно удобно. Самый интересный слайд. Одной из причин, почему люди не хотели внедрять композит, было наличие кнопки быстро с 1S Bittrex. Когда у нас страница отдается из кэша, у нас всегда появляется кнопка, вот эта красивая кнопка, которую мы даже тут дали вам возможность настраивать. Вообще, для чего эта кнопка нужна? Эта кнопка нужна для того же, для чего на новых машинах Mercedes есть значок Mercedes. То есть это показатель бренда, это показатель качества, показатель скорости. Но, несмотря на это, если это мешает внедрению композита, мы для вас специально сделали новую галочку, по которой все-таки можно отключить эту кнопку. Хотя она по умолчанию включена. Что еще, кроме композита, у нас появилось в последних обновлениях? Ну, мы наконец-таки все-таки решили вопрос с HTTPS. Раньше у нас была специальная галочка. Да, Олег? Да, я вот про кнопку. Там вопрос был с лицензией. Скажи, пожалуйста, а как-то будет влиять работа автокомпозиции, лицензия на работу автокомпозита будет влиять? Раньше у нас был такой алгоритм, что когда наша лицензия истекает на битрекс-упроводные сайты, то композит отключался автоматически. Сейчас такого ограничения нет, даже с неактуальной лицензией поддержки композит будет работать. По поводу HTTPS. У нас раньше была галочка, то есть были небольшие нюансы, когда композит мог работать, HTTPS-ик она не мог, а он не мог работать, когда был включен наш CDN. Наш CDN не поддерживал этот безопасный протокол, сейчас он поддерживает, поэтому галочка стала неактуальна. Кроме этого, так же как и для кэша компонентов, так называемый highload кэш, который сделал Максим для компонентов, аналогичный кэш, аналогичный алгоритм был внедрен в композите специально для highload проектов, и теперь добавилась специальная блокировка при создании кэша. То есть, к примеру, у нас есть сайт, там очень много посетителей, и мы даже отключили вот этот фоновый аяксовый запрос, но если, к примеру, в один момент зашло 200 человек, то все они сгенерируют этот аяксовый запрос. Так вот, на бэкэнде есть специальные блокировки, которые не дадут этому кэшу 200 раз перезаписаться, и 200 раз не дадут выполниться странице. Так что теперь у нас композит еще хорошо работает в highload проектах. Кроме этого, если кто помнит, была такая технология HTML кэширования. Теперь она полностью заменена автокомпозитом, как раз таки с режимом бесфоново-яксового запроса. И у нас есть решение первый сайт, оно как раз сейчас приведено на автокомпозит с режимом бесфоново-яксового запроса. Ну и еще парочку настроек. Это добавилось настройки, в которых вы можете указать параметры в адресе страницы, которые будут игнорироваться композитом и не влиять на адрес кэша этой страницы. Здесь удобно указывать параметры, которые мы указываем в баннерных сетях, в гугле, в яндексе. И кроме этого, есть еще набор параметров, при которых композит вообще не будет работать. То есть если у вас есть специальные какие-то страницы, например, на скачивание файлов, то есть там композит для вас точно не должен работать, вы просто указываете какой-нибудь параметр, указываете его в настройках, и там композит работать не будет. В заключении, что бы я хотел сказать. Мы получили с вами автоматическую коробку передач, которую можно легко пользоваться. Переводить все ваши сайты на автокомпозит, чтобы все сайты были быстрые. Скачивайте обновления, включайте автокомпозит, и ваши сайты будут быстро работать. Они уже доступны, да, если я правильно понимаю? Почти. То есть сам автокомпозит доступен, но немножко с другим дизайном. То есть он доступен в виде галочки. А вот в интерфейсе, про который я рассказал, он будет доступен с версии 16.5.3. Хотя на данный момент он уже работает, но немножко с другим интерфейсом. Вообще, коллеги, Антон сразу же не сказал, он поскромничал чуть-чуть. Изначальная задача наша была сделать так, чтобы все ваши сайты были очень быстрыми. Сергей Рыжиков хотел, чтобы было 60 тысяч сайтов быстрых. Я думаю, что немножко ошибся. Мы хотим, чтобы все сайты были быстрыми, да, Антон? Конечно. Автокомпозит нам теперь это позволяет сделать. Безусловно. Коллеги, спасибо за внимание. Я думаю, что сейчас… Слушай, ну ты как-то быстро очень, ты как-то очень быстро отстрелялся. У тебя, ну к тебе есть много вопросов. Потому что технология очень интересная. Давай я буду зачитывать. Окей. Когда выйдет релиз, мы уже знаем. В какой версии мы уже тоже знаем. Слушай, а почему, если он такой крутой, почему не включить сразу же по умолчанию? Зачем нажимать на кнопку? Вообще у нас есть такая мысль включить всем автокомпозит по умолчанию. Мы просто пока побоялись этого делать. Поэтому пока он делается по кнопке, хотим получить больше отзывов, фидбэка. Я думаю, что когда-нибудь это случится, и мы включим этот режим по умолчанию. Окей. А будет ли работать для скриптов вне компонентов автокомпозит, которые были размечены для композита? Еще раз повторю. Будет ли работать для скриптов вне компонентов? Которые были размечены для композита. Не очень понял вопрос. Но скорее всего это вопрос про то, что если у нас уже есть размеченные динамические области, что с ними происходит? Они будут работать, как и раньше работали. Окей. А можно ли в динамической области просто подгружать скрипт? Коллеги, я, если честно, не вижу ваших имен, поэтому не буду зачитывать имена. Можно ли в динамической области просто подгружать скрипт через JS? Да, конечно. В принципе, динамическая область – это обычное выполнение PHP-кода. И там вы можете и PHP-код вызывать, и JavaScript туда писать, и загружать динамический JavaScript. Все это работает. То есть вот эти наши конструкции begin-end, они иногда могут путать, и вам кажется, что это некие if-ы, как вот if-else. Но на самом деле это не if-else, это просто разметка небольшая. То есть буферизация и разметка. Код, который там, он выполняется последовательно. Антон, я не помню, ты говорил или нет, про многоязычность и автокомпозит. Как будут вести себя сайты? Ну, по поводу многоязычности или, например, деления сайта по региону, самый простой вариант – это их поделить по адресу, либо по домену, либо по подпапке. Более тяжелый вариант есть с помощью кода. Есть у нас такая технология, как провайдеры кэша, где, в принципе, есть возможность с помощью специального класса провайдера настроить вот такой режим, чтобы все-таки на один адрес отдавался разный кэш. Но я бы рекомендовал делать все-таки с разными адресами. Это намного проще и вообще работает сразу. А вот скажи, у нас сейчас помню было различие контента для зарегистрированных пользователей, для авторизованных и нет. Когда мы включаем автокомпозитный режим, он работает для анонимных пользователей. Я, в принципе, рекомендую его включать, в первую очередь, для анонимных пользователей. Но у вас всегда есть возможность доделать автокомпозит и для авторизованных пользователей, но здесь уже вам нужно учитывать ваши компоненты. Вы можете отдельные компоненты, которые генерируют разный контент от пользователей, настраивать в виде пустых заглушек или в виде заглушек-крутилок, либо можете вручную настраивать уже эти компоненты, как обычно. Поэтому я, в принципе, рекомендую всем для авторизованных. Нет, точнее, для гостей по умолчанию. А вот ты еще упомянул, что у нас меняются режимы голосования. Но при этом я могу, получается, использовать и старый режим голосования, да? То есть против. Да. И у меня будет работать автокомпозит. Нет, смотри. Когда ты включаешь автокомпозит, голосование всегда за, и ты даже не можешь его никаким образом переопределить глобально. Ты его можешь только переопределить конкретно на компонентах. А если ты включаешь композит, то здесь полная свобода выбора в этих настройках. Ты можешь его настроить и как автокомпозит, и как предыдущий автокомпозит. Здесь полная свобода выбора. Ну окей, коллеги, я смотрю, вопросов больше нет. Вы можете в приложении оценить доклад Антона. Антон, большое тебе спасибо еще раз. Коллеги, включайте автокомпозит. Если у вас есть вопросы дополнительные, вы мне можете найти в кулуарах. Да, совершенно верно. У Антона будет чуть позже митинг-поинт. Начинается наш митинг-поинт в 16.00, то есть во время кофе-брейка. Ловите Антона. Технология интересная, крутая, новая, быстрая. Я думаю, у вас будет что ему задать, какие вопросы, да? Ну и тут же... Продолжение следует...